Когда ломаются наши машины, ломается самого хозяина. Оставить китайские запчасти на свой МЭРС не Камильфо. Но есть ребята из Питера, которые заморочились и создали авторазборку оригинальных деталей специально для наших с вами МЭРСов в 202-м кузове. Доставка по всей России и странам СНГ. Обязательно подпишись на их группу ВКонтакте по ссылкам в описании. Вдруг пригодится. И наказывай БМВ пачками каждый день. Сегодня передо мной очень большая задача. Это поменять рулевую трапецию и поменять рычаг, который треснул. Меняю я это в первый раз. Единственное, что у меня есть, это книга. Съедается колесо. Видите? То есть эту трапецию надо менять, потому что развал уже гуляет и машина ведет себя не совсем так, как надо. Надеюсь, вы меня поддержите. Вы можете посмотреть на видео, как мы меняли это вдвоем, переднюю подвеску. А тут я это должен делать один. И, как всегда, звонят какие-то уебаны. Вот такой вот рулевой амортизатор. Вот он рабочий. Все нормально. А не то дрочево, которое у меня там стоит. С хорошими резиночками этими. И вот наш рычаг. Правда, запрессовали трохи коряво, но ничего не сделает. Вот еще такой римкомплект для сошки рулевой. Тоже, может быть, плохо поворачивать руль. Ну, в общем, будем смотреть. Может быть, его и поменяем. Вот такая новенькая рулевая трапеция. Со всеми шаровыми она меняется в сборе. Отдельно вы не поменяете. Ну, можете только наконечники. Но вот эти шаровые элементы вы никак не поменяете. Надо в сборе. Попью кофе в таком великолепном кресле. Куча инструмента. Но в этом бы разобраться. Все. Так что буду думать. Сложным для меня, наверное, будет это стянуть пружину. Но у меня есть хорошие стяжки. Такие, такие. А тут есть пружина. Значит, нам надо снять вот этот вот рычаг. Вот этот заменить его на новый. Вот эту рулевую трапецию, она там дальше идет, тоже снять. Поэтому я вот думаю, лучше будет... Да, надо сначала снимать рычаг. Снять гайки. Крепить стабилизатор. Который не откручивается. Сорвал эту трезьбу. Бля! Начинается! Вот мое первое знакомство с болгаркой. Надеюсь, я останусь с руками, пацаны. Ура! Ну я немножко пропилил резинки. Но это ж ничего страшного. Пошла на нахуй. Пацаны, самое страшное. Надо как-то заблокировать, снять вот эту пружину. С вот этими съемниками. Как это сделать, хрен не узнает. В прошлых видео я восхищался автомобилем Volvo. И даже два подписчика от меня отписались. Потому что они подумали, что я продал Mercedes и купил Volvo. Друзья, ну неужели вы такие наивные? Досматривайте видео до конца, прежде чем писать такие комментарии. Если бы вы посмотрели видео до конца, вы бы увидели, что это просто такой кричащий заголовок. К сожалению, мне нужно такие заголовки делать, для того, чтобы мои видео хотя бы кто-то смотрел. У меня не хайповая тема, у меня узконаправленная тема, которую смотрят именно ценители марки Mercedes, именно ценители 202-го кузова. Друзья, к сожалению, приходится делать такие кликабельные названия. А тот восторг, который я изливал вам в этом видео, которое вы можете посмотреть, это просто, знаете, как мимолетное. Мимолетное, то, когда я посмотрел, вау-вау, интересно, у меня такого нету. Но потом, когда подъехал к дому, сел в свою машину, сразу, знаете, свое родное, оно ближе. Напомните, друзья, я ни на что не поменяю Mercedes. Марка Mercedes для меня самая любимая. Я просто от нее кайфую. И когда я смотрю на всех остальных владельцев других марок, там, Volkswagen, Hyundai или Toyota или еще какие-то. Да, я не спорю, машины, может быть, неплохие, но они у меня ассоциируются, знаете, с такими немножечко ущербными, недоразвитыми марками, потому что все в них как-то не так. Все как-то не то. Нету того качества, нету того, нету той практичности, нету того изыска, лоска, того драйва, который ты ждешь. Машина Mercedes, это машина, которая в себя включает и престиж, и надежность, и драйв, и практичность, и в каких-то моментах экономичных, в каких-то моментах и нет. Ну, то есть, она такая, знаете, в ней есть все. И поэтому я прошу те два подписчика, которые отписались, а ну возвращайтесь обратно. Вот эта пружина в натянутом состоянии, это просто убийственная тема. Если какая-то из этих стяжек не выдержит, она пизданет так, что пробьет всю машину, блядь. Так что смотрите аккуратно. Видите, друзья, почему я это делаю, какая тут трещина? Вот эта трещина может пойти и дальше. Так, снимаем рулевую. Ура! Надо сила. Так что если вы, пацаны, не занимаетесь спортом, то рулевую лучше не делал. Вот это хорошо открутилось. Учимся работать съемником. Так. Опа! Мой первый наконечник. И он, он в отличном состоянии, ребята. Снял наконечник съемником. Оказался наконечник очень хороший. Возможно, я делаю двойную работу. Пришли специалисты, сказали, что можно было спокойно вот этот рычаг заварить сваркой точечно. И не ебать себе головы. Но я себе нашел работу. Руевая не стучит. То есть, в принципе, пацаны, я просто нашел себе работу. Но ничего. Такое бывает. Все равно, раз я решил, я сделаю. Вот он. Смотрите. Смотрите. Вот такой вот он. В принципе, блядь, наверное, он рабочий. Наверное, даже он рабочий. Но мы его все-таки поменяем. Видите? Он рабочий. Взрыв ничего. Останется следующему поколению владельцев этой великолепной машины. Мне вот этот Шамир вытащить. Сейчас попробуем опять. Так. Блядь, как мало места. Пиздец. О! Вышел, сука. Вышел бессъемник. Откручиваем вот этот вот. Так же. Опа. Опа. Вот. Это везде так сложно подлезть. Жесть. Это надо... Это надо куча инструмента разных размеров для того, чтобы там подлезть. Вообще жесть. Тут стартер мешает. Пиздец. Бля, как неудобно. Следнее, оно же последнее. Уже такое чувство, что можно прокрутить рукой, но оно не крутится. Только ключом. Смотрим события века. Смотрим события века, бля. Ай, бог твою мать. Я, бля. Сука. Вынимайся, падла. И вот так вот совсем. Один геморрой догоняет второй геморрой. Оба. Ура. Ролевая трапеция вернулась в родные края, бля. Что же тут у нас не работало? Что работало? Этот шарнир рабочий. Этот шарнир уже подгулявший. Ну такой, уже подгулявший. Этот шарнир заклинил полностью. Этот шарнир рабочий. Сильного люфта тут нет, но не знаю. А на ее место придет новое. Но у нас еще, друзья, есть еще одна задача. Посмотреть в каком состоянии наш маятниковый рычаг. Вот этот вот рычаг. Надо посмотреть в каком он состоянии. Крутится он вроде неплохо. Но я бы, конечно, сердцевинку заменил. Ну что, давайте попробуем. Опа. Пошла. Пошла наша галечка. Смотрите. Вот наш рычажок. Ну тут, в принципе, это неплохо. Но все равно это дело заменим. Вот, смотрите. Вот старый. А вот комплект с новым. Мэй здесь. Они не изношены. Но раз уж мы купили, уже поставим новое. Вот так вот. Ну и поджимается болтом. Все очень просто. Так, этот мы навесили. Вкручиваем нижним шаром. Так, снимаем болт амортизатора. Опа. Запоминаем его ориентацию. В смысле, не ту, которую вы подумали, а ориентацию в плане, куда он стоит. Все болты в Мерседесе стоят вот в эту сторону. Закручиваются. Они взад смотрят. Ослабляем вот эти болты, чтобы можно было выпустить пружину. Она держится только на нижней шаровой. Ослабить эти болты, чтобы рычаг потом вот так вот ушел. Да, пошел. Пошел. Блин, у него видите сколько инструментов? О, ебраный дурок, блин. Он пошел хорошо. Так. Отлично. Этот тоже хорошо пошел. Продолжение следует... Продолжение следует...